А теперь закуска! Закуску предлагаю красивую, деликатную и с морепродуктами. Морепродукты — это любимый деликатес в нашей стране. Покажу, как сделать заливное с морепродуктами. Вы все знаете, да? Холодец. Но хочется, что-то иногда, знаете, такое деликатное, мега-красивое. И такое прям, о, а это что? Очень хочу попробовать. Вот такую примерно штуку сейчас и сделаем. Мне нужно сделать бульончик. Обычно для заливного там делают заливку. Она ароматная, пряная и вкусная. Я хочу больше сосредоточиться на закуске, как морепродукты, понимаете? То есть я хочу добавить больше морепродуктов, а залить небольшим количеством жидкости, чтобы это больше руминал салатик с такими небольшими кусочками желе. Для заливки мне нужна чистая вода. Пол-литра достаточно. Этой же водой заливаю желатин, чтобы он набух. Так, смотрите. Значит, кальмар у меня сырой. Но с кальмаром есть такая фишка. Если я его кину в эту воду, то кальмар слишком в нем много белка. То вода быстро побелеет, а мне нужно сделать прозрачную заливку. Поэтому эта технология не подходит. Смотрите, как я решил схитрить. Я просто беру вот так кальмарчика. Круто, если у вас кальмар целиком тушкой. Тогда вы сможете его в итоге нарезать колечками и красиво выложить. Если вдруг не нашли тушкой, ничего страшного. Пускай его с кусочками, но делайте с ним все то же самое, что и делаю я. Значит, кальмарчик предварительно зашпариваем кипятком. Просто вот так заливаем. Смотрите, он сейчас начинает съеживаться. Видите, вода какая у нее становится? Такая белая, такая противная. Вот так вот. Нам такая вода не нужна. Вот теперь, когда этот уже кальмар кинул в эту воду нашу, в заливочку, то он уже не отдаст только белого цвета, и бульончик останется прозрачным. Запомнили? Максим, знаешь, брови не повыдергивать? Давай. Ну, к Новому году сделаю красивые глазки. Давай. Это знаешь, когда я запомнил? Потому что Оля мне раньше сидит, на диване где-нибудь в обнимку лежит, она такая смотрит, надо бы тебе бровки выщипать, чтобы глазки открылись. Мэри, ну тебе не понять. Смотрите, водичка закипает. Отправляем туда наши зашпаренные кальмарчики. Вот так вот. Опа. Вы знаете, что кальмар варится очень быстро. Ух ты, а что ты? А жил, смотри. Ты что, вы? Буквально пару минуток, и готово. Убедитесь, что вода попала внутрь тушки. Вот так вот. Потому что он сверху может свариться, а внутри остаться сырой. Поэтому вот приоткройте ее вот так, внутри полость. И убедитесь, что туда водичка тоже горячая попала, кальмарчик там поварился. Все, готово. Достаем. Можно сразу на досочку, пускай тихонечко отдыхает. Видите, вода какая. Чуть-чуть пахнет морем. И в то же время до сих пор прозрачная. Здорово. Теперь креветки. Креветочки выбирайте любые. Большие, маленькие. Большие можете порубить. Маленькие можете взять вообще вот эти коктейльные. Голову оторвать и все. У меня вот такие креветки. Они уже вареные. По сути, их можно просто заливать и есть. Но я же хочу получить заливочку тоже вкусненькую. Поэтому слегка эти креветочки зашпарю. Отправляем туда. Так, вот чуть-чуть. Они сейчас тоже отдают свой морской вкус. Все, слегка зашпарили. И достаем на досочку. Так, снимаем пробу. О! Только сольки не хватает. Пару щепоток соли. О, вот теперь вкусно. Как будто морская вода с таким легким, деликатным привкусом морепродукта. Выключаем нагрев. Осталось только добавить в нее желатин. Лишнюю воду отжимаем и желатин отправляем в кострюлю. Заливочка готова. Пусть желатиновый бульончик настоится немного. Так, кальмар остыл. Стараемся теперь его нарезать аккуратными. Такими вот кружочками. Раз. Кольцами. Любите морепродукты? Морепродукты у нас всегда в России ассоциируются с чем-то деликатесным. Ну, если не считать тех людей, кто живет на Дальнем Востоке, там, на Сахалине, во Владивостоке, у них-то, понятно, там полно. А во всей России кальмары, креветочки, это что-то такое, знаете, ценное, деликатесное. Это блюдо просто будет шикарное, потому что оно, знаете, элитное, так сказать. Знаете, когда к вам кто-то придет, а вы скажете, а, сейчас еще заливное в холодильнике застывает. А с чем заливное? С крабовыми палочками, с красной икрой, кальмарами и креветками. Все такие, what? Ничего себе! Вот это стиль. Следующий продукт – крабовые палочки. Я специально искал крабовые палочки, которые внимательно на разрезе, смотрите, какие. Оп! Видите, такие немножко вот скрученные, красивые. Просто вот такими колечками нарезаем. Заливочкой будет классно смотреться. М-м-м! Для элитности блюда, чтобы оно было прям очень празднично, я взял красную икру. Ну, красная икра на Новый год на многих столах. Но мне нужны икры совсем чуть-чуть. Вот увидите, я просто ее добавлю для стиля. Она будет попадаться, потом лопаться, давать свою соленость вот эту вкусненькую. Вот, ее надо буквально несколько чайных ложечек. Здесь у меня, обратите внимание, это водоросли. Сейчас такие водоросли часто продаются, называется чукка. Они там с кружинтами семечками, маслом заправлены, такие сладенькие, вкусные. Очень красиво. Я хочу сделать имитацию водорослей, потому что блюдо называется морское дно. Если вдруг не нашли водоросли чука, возьмите просто морскую капусту. Она тоже будет морской вкус подчеркивать. Заливать будем в тарелки. Одна тарелка, одна порция. Ну что, начинаем рисовать. Здесь работа художника. Значит, смотрите, немножко выложим водорослей. Чуть-чуть сюда. Представляем, да, все, ламинария растет. Опа. Дальше кальмарчик пошел. Опа. Сюда колечко. Дальше. Сюда колечко. Можно, знаете, как водоросли сверху так. Оп. Как бы типа, чтобы все переплеталось, как морское дно. Там же хрен пойми что. Креветки пошли у нас. Положим сюда креветочку. Потом одна креветочка как бы на водоросли лежит. Дальше крабовые палочки. Давайте, наши любимые. Немножко предлагаю ее вот так вот прессануть. Сделать ее кругленькой, красивой. Если у вас, видите, вот такие скручивающиеся крабовые палочки, как у меня, то вот эти как раз колечки видны и очень красиво смотрятся. Сюда кусочек. Сюда кусочек. А теперь икра. Вот, смотрите, положим сюда в кальмарчик чуть-чуть. Положим немножко сюда. Так, у меня есть вот такой зеленый горошек. Мне кажется, он чем-то тоже водоросли напоминает. Видите, горох, проросший горох. Кстати, вы можете такой дома тоже легко вырастить. Положу его, он мне нравится, он кучерявый. Можете, кстати, положить какой-нибудь листик петрушечки там красивенькой. Какой-нибудь, короче, поэкспериментируйте. Проявите смекалку. Я вот так пару листиков кидану. Смотрите, теперь нужно очень аккуратно, прям очень аккуратно залить нашей морской заливкой. Только, внимание, если она у вас будет очень горячая, только кипящая, ни в коем случае. Вот лучше сделайте ее, отставьте и потихонечку украшайте тарелочкой, потом она сама все остынет и вы можете спокойно ее залить. Так, аккуратненько перемешиваем и вливаем. Вливайте не резко, а просто чуть-чуть, чтобы она, разливаясь, не нарушала структуру морского дна. Отправляем аккуратненько в холодильничек. Аккуратно, не трясем, а вот прям супер аккуратно. Предварительно освободите там место. Ждем. Через час заливное морское дно готово. Ну вот, смотрите, какая крутая гастрономическая штука, понимаете, морепродукты. Вот, все застыло, и корочка. Смотрите, какая вообще. Опа, желе прям тянется. Ммм. Ммм, как вкусно, а? Такой морской насыщенный вкус. Крабовая палочка, креветочка и желе такое легкое. Вы знаете, классная штука, хочу вам сказать. Желешечка такая нежная, и корочка лопает. Прямо по-настоящему морской вкус. Но знаете, к нему сделать можно соус, как к холодцу подают хрен или горчицу. Сюда тоже можно подать либо хрен, либо горчицу и поедать вместе. А лучше, знаете как, хрен сливочный замешать с небольшим количеством кетчупа. И такие маленькие кнеречки выдавить и есть вместе. И тогда будет супер взрывной вкус. Да, и еще эта закуска очень легкая для тех, кто следит за калорийностью своей пищи. Чтобы приготовить заливное с морепродуктами, возьмите кальмары, креветки, красную икру, крабовые палочки, водоросли чука, желатин, воду и пророщенный горох. Порция заливного морское дно 98 рублей.